Я нахожусь рядом с Аберли Рабилом, который только что выиграл техническим нокаутом во втором раунде Ахмадова Турана. Аберли, приветствую тебя. Поздравляю тебя с победой. Во-первых, я понимаю, тебе сейчас очень тяжело дышать. Расскажи свои эмоции после поединка и расскажи о самом поединке. Какие у тебя чувства, переживания, мысли? Эмоции. Радость только. Спасибо Аллаху, помог. Просил сегодня быть со мной, помочь мне. Обещал матери вернуться. Живым и здоровым. Сдержал, обещаю. Насчет боя. Тяжелый оказался. Но, в принципе, как я и думал, будет работать на стойке. Руками, ногами. Так и планировал ловить, держать дистанцию, переводить. Все получилось по плану. Спасибо тренеру моему, Расохину Алене. Она сегодня тоже дерется. У него седьмой бой. И да, ей Аллах тоже победа. Буквально в первых раундах он тебя пробивал очень сильно своими ударами по корпусу. Как ты их выдержал? Потому что реально удары были очень сильные и очень было слышно их прям задалека. Да, удары были очень сильные. Два раза пробил печень. Хорошо. Но я пришел сюда биться. Биться до конца. Желания отступать не было. Во втором раунде еле встал, честно говоря. Было очень тяжело. Пробил дыхание полностью сбил. Голова крыжилась до сих пор. На ногах еле стою. Но, как я еще сказал, я пришел сюда побеждать. И со мной был Всевышний. Смотри, это буквально, если не ошибаюсь, за последние пять турниров это единственное, на моей памяти, первое полотенце, которое было выброшено. И как ты думаешь, по поводу судьи он мог раньше остановить поединок? Ну, мог бы он раньше остановить? Я считаю, в конце первого раунда надо было остановить. Я очень сильно несколько раз пробил локтями. Я видел лица соперника. Ему было тяжело. И он поплыл. Он не мог даже встать. В конце второго, тоже, в середине второго, я считаю, тоже должен был остановить раньше. Потому что локти, удары пробивались. Я видел у него глаза за крышкой были уже. Он не видел. Ну, или в конце первого, или в середине второго, когда я уже перевел, на первых десяти секундах надо было восстанавливать, я считаю. Ну, это не то, что я считаю высокомерным себя, то, что я сильнее. Просто здоровье спортсмена здоровье важнее. Расскажи немножко про сам месяц Рамадан. Как у тебя проходила подготовка в этот месяц? Вот буквально, если не ошибаюсь, вчера или сегодня закончился? Да, закончился. Ох, к сожалению, в этом году я не держал пост. Мне пришлось отказаться, потому что у меня было два турнира на этот месяц запланированных. И отказаться от них мне было тяжело. Карьерный рост нужен был. Но ничего, есть еще время. В следующем году обязательно его держать. Соберли, большое тебе большое спасибо за такой прекрасный поединок. Как настоящий вы показали, оба показали настоящий мужественный поединок. Вышли как настоящие мужчины, как настоящие воины. И показали, отдали себя этому делу до конца. Большое тебе спасибо за то, что даете такие красочные поединки. Спасибо тебе большое. Квитки на концерт-юэй.